Ролик спонсорский и создан при поддержке Pokemon Company. Переходи по ссылкам в описании и начинай играть вместе со мной. День начинается с Pokemon Unite. Всем здарова друзья, с вами Тим и это новое видео по покемончикам. И сегодня мне ежедневные подарочки доступны в виде лицензии Cinderace. Это что-то новенькое, поэтому забираем. Сегодня мы конечно же протестируем его, но сегодня самое важное это тест Мачампа. Вы еще не знаете что это, хотя в прошлых роликах я про это уже говорил. Короче, у него 4 руки и я хочу им поиграть, посмотреть вообще что это такое. Так что на сегодня планов у нас достаточно. В покемонах у нас сразу же отображается что-то новенькое. Прямо сейчас мы посмотрим что это. Конечно же вот это вот... Что это? Кролик? Я не знаю. Вроде как лицо типа... Ну хотя не знаю. Короче, с чем сравнить даже не знаю. Но короче, выглядит прикольно. Сегодня протестируем, потому что достался он на халяву. Также, давайте сразу же проверю друзей. Кстати говоря, сегодня я хотел еще создать, ну что-то вроде типа клана. Потому что здесь можно... Называется Юнайт Клан что ли? Что-то вроде этого. Если что, сегодня посмотрим. Возможно создам и оставлю как раз таки в описании, чтобы вы смогли залететь ко мне. Ух, сколько вы много мне накидали. Интересно, лимит друзей тут имеется или нет? Ну давайте, я всех сейчас попринимаю. Всех-всех-всех прям. Так, отлично. Замечательно. Так, давайте тогда посмотрим, что по событиям также у нас сегодня. Но, как говорю, самое важное это сегодня протестировать Матчампа. Я его, честно сказать, хотел купить за вот эти вот жетоны. Но, как вы понимаете, я потратил их на что-то другое. И забыл про то, что мог бы купить я его так просто. И накопить будет тяжеловато. Поэтому придется просто его сегодня потестировать. Если же он мне понравится, то, конечно же, я буду копить эти жетоны. Ну и потом его получу. Буду полноценно катать в боях с этим Матчампом. О, точно. Это называется не Клан Юнайт, а Отряд Юнайт. Поэтому давайте попробуем создать Отряд. Интересно, тут нужно на русском писать или... Так, подождите-ка. Давайте попробуем просто Тим. Нет, на английском. Давайте сначала на английском попробуем. Потом уже, если не получится, то на русском напишу. Клан Оф Ютубера Тим. Метки Отряда. Ой, что-то я Ти написал. Ну ладно, Клан Оф Ютубера Чай. Так, привет экспертам, фанаты рейтинга матча. Вот давайте вот это. Ну, привет Универсал и Ассистент. Короче, не важно. Пока что так выберу. Просто самое главное сейчас открыть. Точнее создать. Открыто для всех игроков. Требуется утверждение. Открыто. Ну, пускай все залетают. Кто захочет, тот и залетает. Создать. Окей. Ага. С таким названием уже существует. Лол. Тим Ютубер. Окей. Надеюсь, ютубера нету с моим никнеймом. Ну, ага. Даже так. Ну вот и все. Я создал в честь своего названия старого канала. Тимплей. И Ютубер приписал, чтобы наверняка он создался. Я ID оставлю в описании. Тоже можете залететь в отряд Юнайт. Мало того, что в друзья, так еще и можете ко мне. В отряд залететь. 30 человек тут доступно. Есть даже чат. О, вот это, кстати, годная штука. Можно в чате переписываться. Условно там кто-то хочет поиграть. Можно здесь писать. Вот это уже классно. А то в друзьях, я как понял, написать нельзя. Поэтому залетайте мне в отряд. Тег, как говорю, оставлю в описании. Ну, или просто на ваших экранах он находится. Самый прикол то, что перед собой вы видите сейчас нормального Мачампа, когда он раскачается до нормального уровня. У него 4 руки. Он реально гигантский. Урон у него мощный. Но сейчас, я думаю, вы удивитесь и подумайте, что это за недоразумение. На самом деле, это, можно сказать, ребенок Мачамп. И сейчас мне нужно ускоренно и быстро набивать очки. Я постараюсь сейчас быстренько прокачаться до 10 уровня, потому что, ну, сами видите, урон какой у него очень маленький. А вот когда прокачаюсь, уже будем с пару тык сносить вот этих чебурашек. Поэтому прямо сейчас скачаю уровень и уже показываю вам каждый внешний вид его на определенных левлах. И плюс еще способность нужно накачать Юнайт, которая... Ну, вот я изменил внешний вид. На 5 уровне он меняется. Также 2 руки, правда, у него. Да, в принципе, он остался такой же, просто вырос вдвое. Поэтому так и выглядит. Ну и, кстати, медленнее стал. Ну, естественно, такая махина, конечно. Да, сейчас постараюсь уже набить до 7-го, по-моему, левла. На 7 уровне он уже меняется совершенно. Или же на 9-ом. Я уже точно не помню, но ладно, буду добивать уровень дальше. А, вот он поменялся. Точнее, левел апнул, но сильных изменений, как таковых, я не заметил. Поэтому апаю дальше. Представляю вашему вниманию полноценного Мачампа 9 уровня. Я, конечно, за эти 5 минут постараюсь максимально его прокачать до 13-го, 14-го уровня. Но что-то мне подсказывает, что он уже сильнее не изменится. Но сейчас реально мощный. Кстати, атаку Юнайт мы можем прямо сейчас протестировать. Вот давайте как раз-таки на другом покемоне. Ну-ка, иди-ка сюда. Хопа! Атака Юнайт пошла. Ха-ха! Лол! Так быстро! Это просто жесть. Смотрите, какой он разъярённый. Я в шоке просто. Просто нереальная быстрая атака. Очень мощный дамаг. Я прям офигел сейчас. Там сколько хп-то было, и при этом так быстро снёс его. Это нереально. Вот поэтому я и хотел сегодня протестировать данного покемончика. Так как я в глобале против него играл, и он мне показался мега имбой. Поэтому, скорее всего, реально я его себе буду прикупать. Прикупать. Короче, вы поняли меня. Он реально огненный, жёсткий, мощный, быстрый, дерзкий. Я даже не знаю, как его ещё озаглавить. Но я его прокачиваю дальше. Ну, точнее, поднимаю ему левел. Посмотрим, насколько он будет массивнее. Где-то за 2 минуты до конца раунда попробуем пойти разобраться с тем покемоном на максимальном левле. Сейчас самое главное быстрее копить уровень. Остаётся 4 секунды до появления гигантского птеродактиля. Да, да. Появляется он, и 30 можем сейчас получить. Поэтому, скорее всего, я на него заюзаю атаку Юнайт. Посмотрим максимальный его урон, какой будет. Конечно, по мне урон тоже проходит. Но не такой гигантский. Поэтому максимально быстро юзаю все атаки. Вот теперь смотрим. Юзаю атаку Юнайт. И смотрим на урон, который будет прямо сейчас проходить. Блин, я промазал немножко. Как бы хреновенько, хреновенько. Я вам скажу. Так, соперник наш тоже тут. И мне, скорее всего, скоро придётся валить. Так как он наносит урон по мне. Ну и... Ну и он отдыхает. Отдыхает человечек этот. Вы видели? Я просто и этого завалил. И того завалил. Остаётся всего одна минутка. Погнали, скинем быстренько тогда мячики. Это будет уже, наверное, 14-й левел. И, соответственно, после этого пойдём опять разберёмся. Или не успеем, интересно. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть и успеем. Но точно я знаю, что 14-й левел это просто машина. Смотрите, с двух ударчиков обычных. Два удара и всё, челик отлетает. Это просто жесть. Вот, смотрите, кактус. Давайте. Ой, какой кактус? Вот у нас тут враг. Давайте с вражиной... Вы просто посмотрите на это. Я в шоке, честно скажу. Мачамп реально зверь. По-любому я буду его покупать. Быстро прокачивать в бою в каждом. Ну и, соответственно, юзать эту способность. Просто одна тычечка. Маленькая тычечка. Есть кто-нибудь посетит? О, свинка. Давайте. Свинку попробуем суперудар одного. Бац. Ну нет, суперудар не такой. Сильно наполовину где-то сносит. Но всё равно. Считай, 2-3 удара каждого. И всё, отлетает челик. Серьёзно. Давайте уже прямо в центр забежим. Издеваться будем над челиком. Но он реально мощный. 20 секунд. Я максимально протестировал Мачампа. До 15-го левела, конечно, не успею докачать. Опа, опа. Атаку Юнайт захотел, да, дружище? Ну давай попробуем. Давай, давай. Всё. Чел отлетает. Практически всё. Я уже пятый раз его уношу. Вы просто посмотрите. 15-й левел. Это реально люто. Вот поэтому, кто ещё не покупал какого-либо персонажа, и у вас есть монетки, обязательно посмотрите в сторону Мачампа. Он реально зверь. Кстати говоря, я уже начал играть рейтинговые матчи. Сыграл пока только две катки, но в целом, скажу вам так, получается очень здраво. Я занимаю, как правило, первые и вторые места, поэтому прямо сейчас посмотрим, что я смогу сделать с новым покемоном. Я, скорее всего, выберу его, вот которого сегодня я открыл в ежедневном подарочке. Ну и заодно, как раз таки, его и протестируем. Так что глянем, будет ли он мощнее Мачампа или же нет. Так, Синдерейс, выбираем его. Окей, подготовка к битве. Давайте посмотрим быстренько, что мы можем ему добавить. Скорее всего, добавлю огрызок, да, наверное? Или давайте ракушку добавим, использовать. Так, всё окей. Выходим, подтверждаем. Ну и ждём каточки, само собой. Ну вот и подкатило начало каточки. У нас хрюшка, точнее две хрюшки. Также птица, черепашка или ракушка, не знаю. Но я такой маленький, крохотный кролик, капец просто. Ну ладно, всё, в принципе, по стандарту. Давайте набивать сейчас уровень. Хотя левел первый и так легко набивается. Не, ну надо мне быстрее куда-то бежать. Хотя меня когда-то зовут. Ну-ка, давайте посмотрим, куда меня направляет. Только до начала с ракушкой быстренько расправлюсь. Ну урон, знаете, скорее всего, это тоже дальний какой-то покемон. Поэтому нужно будет отбегать и условно наносить какой-то дамаг. Так, да-да-да, дальность, смотрите какая. Я просто сдалека могу этих ракушек уносить вообще на изи. Всё, меня больше уже никуда не ведёт. Теперь-то всё это понятно. Ну давайте тогда сдалека попробуем с ракушкой расправиться. Вот максимальная длина, максимальная дальность, точнее, при которой я смогу расправляться с этими ракушками. Так, низкий захват я могу использовать. Ну, такой себе урон. Ну, понятное дело, пока четвёртый левел. Это вам не матчам, поэтому тут уж без вариантов будем расправляться с тем, что имеем. Давайте с этими обезьянками расправимся. Побыстренько. Ну-ка, тлеющие угли. Ну так, опа-опа-опа-опа-опа. Не-не-не-не-не-не-не. Срочно убегаем, убегаем. Что-то вдвоём они прям как подбежали. Это капец. Срочно-срочно-срочно-срочно бежим. Смотрите, это вам рейтинги и матчи. Вот, пожалуйста. Хотят расправиться со мной. Ну-ка, давайте я своему помогу. Не, не смогу помочь своему, да, уже. Хотя нет, они уже одни, да. Ну ладно, тогда не буду помогать своему. Надеюсь, он успеет убежать. Я пока отхиллюсь тут. Но чувствую, что тут придётся попотеть. Потому что чё-то мои прям совсем не хотят играть. Я, конечно, стараюсь набивать очки как-то. Но этого мало. Опа. Давайте здесь попробуем. Может быть, кого-то завалим бы быстренько. Или сколько их здесь? Подождите, здесь в крысе сидел кто-то. Ну-ка, давайте подс... Так быстро? Он же всего пятый левел. Какого фига? Не понял. Я уже прокачался до девятого уровня. Он уже заметно вырос. Правда, тут, блин, мега странная битва. То они внизу, то они вверху. Но сейчас попробуем заюзать атаку Юнайт. Надеюсь, у меня получится. Так, так, так. Матчам как раз-таки... Ой, я не успеваю заюзать атаку. Или подождите. Чё-то как-то атака странно проходит. Так, так, так. На меня сейчас двоен. А, их даже трое. Срочно нужно убежать. Я, конечно, бы успел матчам позавалить. Но мне не нужна смерть моя. Блин, ну это ожидаемо было. Все мои вверх убежали. То потом вниз убежали. Короче, я не знаю, как играть в рейтинговых матчах. Либо я неопытный. И смотреть нужно за картой. Либо же всё-таки как-то мои странно играют. Видите, они в чём прикол. То сверху, то справа, то слева. Я поэтому стараюсь как-то к ним подбегать. Чтобы мы оптом валили. Вот типа как со мной сейчас расправились. Но получается, что скорее всего я тут сольюсь. Та команда ещё как-то вместе действует. А я что-то совсем в одиношечку. Поэтому давайте вверх вот посмотрим. Там вроде двое их. Попробуем нашему помочь. Атака Юнайт заряжена уже. И надеюсь тут что-то годное. И получится. Ну-ка. Оп. Эй. Не, ну короче, когда двое нападают на тебя, тут уже ничего не поможет. Тем более такие махины. Это нужно очень быстро Юнайт атаку юзать. Либо, ну я не знаю. Это очень странно. Но мы почему-то прокачались очень слабо. Посмотрите на соперника. 12-й, 10-й, 11-й левел уже. А у нас 10-й, если есть, то и то круто. Я, конечно, сам тут не блещу атаками какими-то либо. Но всё-таки как-то странно. Так. Тут у нас черепашка. Точнее Дредны. В прошлом ролике, кстати говоря, мы уносили. Вот примерно так действует у нас атака Юнайт. Как вы видели, не очень сильная. Поэтому данный покемо мне не очень зашёл. Матчамп на этом левле был помощнее, помассивнее. Но сейчас мы расправимся тогда с Дредна. Ну и, конечно же, эти мячики скинем. Возможно, нам это как-то поможет. Но не факт. Дредна, кстати говоря, ещё и сопротивляется. И наполовину он меня снес. Прикиньте, да? Дредна меня снес бы. Просто АФК. АФК чел на базе. Было бы Рофилна, конечно. Так, тут заруба идёт мясная. У меня щит. Но тут я тоже маловероятно, что смогу помочь. Они очень быстрые почему-то. Я медленнее, чем они. В чём прикол? Непонятно. Так, ну-ка, иди сюда, чел. А, ну, видите, они вот умно играют. У нас как-то, если пошли в зарубу, то идут в зарубу на всех. Ну вот, типа, как я до этого погибал. В этом прикол. Ладно, погнали. Короче, скинем мячики. Тут мы уже маловероятно, что что-то сделаем. Поэтому хотя бы... Ага, размечтался. Скинул мячики, конечно. Опа-опа-опа, заруба пошла. Но тут я уже маловероятно, что... Или стоп. Подождите-ка. Подождите-ка. Ящик, мячик. Ой, блин, понятно. Практически. Практически завалил. Была бы атака Юнайт, точно легко бы расправился. Но теперь остаётся только ждать. Ну вот и всё. Одна секунда. Время вышло. И тут я предсказываю, что мы проиграли. Потому что я нубас, и у меня что-то нубасы. У соперника прям вообще лютые типы какие-то. Хоть и это второй или третий рейтинговый матч. Но, блин, было жёстко. И чего? На 5 очков мы выиграли. У меня всего 20. А у соперника... Вот этот первый чел у них, он реально жёсткий был. Но при этом он... Я не знаю, как это так. Но мы выиграли. Это капец. Окей. Тогда идём домой. И, по идее, я прошёл обучение рейтинговых матчей. Это вроде как третий был рейтинговый матч. Ну-ка, давайте посмотрим. Сразу же. Так, сорян, пока что... Ой, блин, сразу что-то все в бой позаходили. Сорян, я пока что записываю. Рейтинговые матчи, по сути, для нас уже открыты полноценно. Это так. Ага, начинающий класс 2 теперь получается. Окей. Всё, я теперь понял. Нас ждёт там подарочек, получается. Нам нужно забрать очки. Замечательно. Но для меня теперь открыты вот эти вот рейтинговые матчи. И сегодня я как раз таки попробовал их поиграть. Тяжеловато, я вам скажу. Это намного тяжелее, чем было до этого. В общем, господа, огромное спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. В описании есть все ссылочки на данную игру. Обязательно переходите, устанавливайте, чтобы поиграть, как вот этот данный человечек со мной. Ну и, как будет время, обязательно с вами сыграю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok